Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик без прикрас. Это значит, что впереди вас ждут самые правдивые отзывы о продукции Фаберлик, ее пустые в баночке. Давайте начнем с бытовой химии. Закончилось у меня концентрированное средство с углем для мытья посуды. Артикул его 118.31. Оно вот такое вот черное. И оно, девчонки, на мой взгляд, самое жидкое из имеющихся. А самое густое мне приходило яблочко, по-моему. Что хочу сказать? Пока брать не буду, потому что делаю как бы выводы-невыводы, экспериментирую. У меня жутко сохнут руки. И девочки под последним видео, где я поднимала тот же вопрос, много, кстати, девчонок писали мне, что да, от продукции Фаберлик, от мыла жидкого, от средства для мытья посуды очень сильно сохнут руки. Я пока взяла другое средство, не Фаберлик. Попользуюсь им, потестирую, посмотрю. Если нет разницы, то, как бы, конечно, вернусь обратно к этому средству, потому что оно экономичное, оно безопасное, что очень важно. Да, оно у нас 0+, можно деткам. Поэтому, конечно, я его люблю и обожаю, но пока вот такой у меня эксперимент. Следующий продукт – это мыло для кухни с ароматом кофе, устраняющий запахи. Артикул этого мыла 112.11. Нравится, очень нравится. Нравится аромат. Нравится, как действительно справляется со своей функцией, устраняет запахи, когда рыбу чистишь, да, доску помыть потом вот этим мылом. Или лук. Всё замечательно в нём, но тоже пока убираю и наблюдаю за тем, как поведут себя мои руки. Потому что я не могу, девчонки, мыть в перчатках посуду. Ну вот не могу, хоть убей. Я их купила, положила, попробовала, попыталась. Не моё это. Закончился вот такой эликсир для волос из линейки Фаберлик Эксперта с маслом Амлы. Он такой зелёненький, да, зеленоватый вот эта вся линеечка. Шампуни из этой линейки Бальзама мне не очень нравятся. А вот этот именно продукт взяла, по-моему, в Фаберлик Клубе. Он был, не знаю, девчонки, сейчас есть или нет, за 1 рубль. За 1 рубль я его и взяла, и по совету. Потому что тогда у меня сильно пушились, электризовались волосы. Из линейки Салон Киа пушистость мне двухфазное средство и другие средства не помогали, не убирали. И мне девочки посоветовали именно вот этот эликсир. Эликсир классный. Девчонки, кто в Эйвен и Фаберлик, могу сравнить его с сыворотками для волос Эйвен по действию. Он достаточно плотный, у него минимальный расход. Уже год, наверное, вот только мы его добили. Я и дочери, и себе на волосы его применяю. Классный, действительно убирает пушистость, действительно делает волосы мягкими, шелковистыми. Вот тех, у кого есть проблема такая, да, я прям вот советую присмотреться именно к этому средству Фаберлик. По уходу за волосами оно у меня номер 1. Закончилась, девчонки, сыворотка для роста ресниц. Вот так она выглядит. Артикул ее 11-29, я вам, по-моему, не сказала масла Амлы, да, 89-70. Сыворотка классная, сыворотка рабочая. Кто пробовал ее хоть один раз, тот знает. У нее вот такая вот кисть. Я делала как? Я наночь наносила ее, да, вот этой кисточкой на реснички сначала, на верхней, на нижней, а потом вот этим белым спонжиком проходилась по линии роста ресниц верхних, нижних, еще заодно бровки мазюкала, потому что у нас есть и сыворотка ведь для роста бровей, но я не вижу смысла покупать и ту, и ту, мне кажется, они работают одинаково. Закончилось все, и что хочу сказать, ее надо обязательно применять курсом. Эффект вы заметите где-то через 10-14 дней, ресницы становятся длиннее, ресницы растут новые. У меня даже, знаете, казус был осенью, по-моему, вот тут в уголках прям начинали расти ресницы. Одна, пришлось ее выдергивать, потому что она тут не к месту. То есть она работает, они становятся почему-то насыщеннее по цвету, хотя сама сыворотка, она, ну, абсолютно вот прозрачная. Они становятся чернее, пышнее, длиннее и растут новые. Главное не пропускать ни дня. Вот курсом проделала я месяц, забыла о ней, она у меня лежала, потом опять вспомнила, вернулась, опять курсом проделала, и все, реснички ваши вам будут благодарны, особенно это касается тех девочек, кто делал наращивание, вот восстанавливать потом свои реснички этим средством прям на ура. Закончилась детская зубная паста TechnoKids 6+, плюс с грушей. Артикул ее 2359, зубные пасты детские всегда хвалю, очень нравятся, прекрасно очищают эмаль. Вот сейчас недавно у меня опять закончилась моя паста взрослая, я, так как эти всегда в запасе по две штуки стоят, брала детскую, и на моих зубах она прекрасно работает, и на детских зубах. Тьфу-тьфу, у нас у ребенка нет проблем с зубками, эмаль чистая, зубки белые, поэтому всегда беру, когда они бывают по 69 рублей, прям несколько штучек всегда кладу в запас. Рекомендую, девчонки. Крем для рук ночной из серии «Про руки», комплексный уход 5 в 1, артикул ее 2204. Девочки мне писали, рекомендовали, когда я хаяла всю линейку про руки и про ноги, что вот эти именно комплексные средства 5 в 1 очень хорошо справляются с увлажнением. Мне, девчонки, ну не то, что никак, но на 5 минут буквально хватает. Очень сухие у меня руки, вот это средство тоже нет. Все-таки свои руки я пока доверяю лишь одному средству, это из Фаберлик Эксперт Фарма, бальзам для ног, гладкие пяточки. Вот там, да, вот там я помазала с утра, и практически до вечера хожу, и руки мои в нормальном состоянии. Поэтому я к линейке про руки и про ноги, девчонки, больше не вернусь. Мне маловато. Если у вас нормальная кожа рук, не пересушенная, как у меня, у меня и кутикула жутко сухая, прям через день уже все, то, конечно, вам подойдут эти кремушки. Расход минимальный, оно достаточно густое. Поэтому, если сильный, вот выдавила, сухости рук нет, то почему бы и нет. Но я бы не сказала, что это прям комплексный уход 5 в 1, это обычный крем для рук, ничем не примечательный. Для меня, опять же скажу, девчонки, для меня. Должен быть крем для рук такой, что ты пошла руки помыла, да, или там, ну, они у тебя как-то с водой соприкоснулись. Крем должен защищать. В этом случае мои руки он не защищает. То есть пошла опять с водой поколупалась, они опять жутко сухие. То есть по-хорошему такой тюбик мне на несколько дней, вот, да, если только им пользоваться. Закончился мой любимый освежитель, водный, именно любимый аромат. Это у нас корица, артикул 113.33, имбирный пряник и корица. Имбирный пряник написано, там есть корица. Нравится мне этот аромат, он самый стойкий из всех водных освежителей Фаберлик. Он дольше всего витает в воздухе, дольше всего я его ощущаю. Но на весну, на лето, конечно, он тяжеловат. Он немножко такой приторный, кто не любит аромат корицы, там он не понравится. Мне очень нравится корица во всех ее появлениях, поэтому обожаю. Кстати, по-моему, я видела его в Фаберлик-клубе за рубль. Если следующий заказ, он еще там сохранится, я возьму себе все равно обязательно. У меня всегда стоит дома два освежителя. Один в зале, другой в туалетной комнате. Они всегда нужны. Иногда так хочется, чтобы в воздухе что-то вкусненькое повитало. Иногда просто как бы освежить помещение. Освежители у нас тоже безопасные, они водные. Если есть животные, аллергики, подходят всем. Поэтому да, да, еще раз да, всегда буду брать. Новые масочки, девчонки, новые масочки. У нас новая линейка. В прошлом, по-моему, каталоги они стартовали, да. Я уже писала пост в инстаграм. Если не подписана мой инстаграм, проходите. Ссылка всегда есть в инфобоксе под видео. У меня витамин С, артикул 0460 и коллаген 0461. Не понравились девчонки от слова вообще. Ну, вообще не понравились. Мало того, что кожа потом выглядит какой-то тон становится неравномерный. Какие-то не то что высыпания, а знаете, вот пятна. Они, конечно, ну так издалека незаметны. Но при ближайшем рассмотрении. Я же, если тестирую продукт, я подхожу с каждой стороны, да, чтобы оценить его. Неровный тон лица после этой маски у меня. У меня жуткое желание было просто пойти умыться, как я и сделала, да. Смыть все это. Тут хоть и написано, что остатки мы должны удалить либо водой, либо ватным диском. Мне прям подчистую захотелось смыть и нанести нормальное ухаживающее средство, после которого лицо мое выровнялось, тон стал нормальным. И еще один момент. Маска любая тканевая, да, она не может лечь как бы вот идеально ровно. Все равно по периметру лица будут какие-то наслоения, да, кусочка на кусочек, да. И вот в тех местах, где маска была не идеально ровно, да, и были такие, ну как сказать, девчонки. Сейчас я вам покажу. Ну, в общем, вот так она собирается, да, маска. Вот, и в этих местах, где она так собиралась, на коже оставались полосы. То есть я вообще не поняла. Да, у меня никогда такого от масок не было, на самом деле ни от одной тканевой маски, хотя я их кучу перепробовала. Поэтому нет, нет, еще раз нет, тем более за 119 рублей, даже за 70-80, со скидкой консультанта, это безумно дорого за вот этот вот никчемный продукт. Вообще не понравился. Даже сыворотка, которая тут у меня еще осталась, плавает, ее там достаточно много. Я на тело даже не хочу использовать, выбрасываю без тени, к сожалению. Витаминный тоник от iSeoul закончился. Артикул его 0852. Есть у меня видео, где я тестировала эту линейку. Я вам ссылочку в инфобоксе тоже оставлю. Первое впечатление было вау. Там было у меня гидрофильное масло, тоник и еще что-то. Класс. Прям вот супер-супер, кожа очищена. Потом я стала замечать, что если на улице солнце я воспользуюсь продуктами из линейки iSeoul, то у меня начинает краснеть лицо, краснеет пятнами, даже, может быть, местами горит. Я ее отложила. Все, я отложила ее где-то на полгода. И сейчас зимой, в принципе, добила вот этот тоник. Уже такого покраснения, вы знаете, не было. Кожа восприняла его нормально. Жирным лицо он не делает, но с функцией увлажнения справляется хорошо. Я использовала в основном ночной уход, да, перед нанесением крема, потому что опять боялась, что если на дневной, то у меня лицо снова покраснеет. Вот. А так повторять нет, повторять больше не буду. Есть тоники гораздо лучше, на мой взгляд, и бюджетнее. Закончился вот такой гель для душа. По-моему, это у нас весенняя люмиточка, нежный тюльпан. Артикул его 2531, здесь 200 мл. Тюльпан классный. Классный, просто потрясающий. Не обращала внимания, девчонки, не знаю. Есть сейчас в каталогах или нет у нас эта серия. Больше всего мне понравилась мимоза. У мимозы весенний аромат с какими-то нотками зелени. Вообще потрясающий. Сиреневый не понравился совсем, потому что там есть шипровые нотки. А вот этот нежный тюльпан тоже классный. Пенится хорошо, никаких нареканий нет. И последний продукт, который покажу, девчонки, это тушь из линейки Glam Team. Вот так она выглядит. Артикул ее 5248. У меня уже такая третья. В прошлом заказе я вам показывала и говорила, и пою о до этой туши постоянно. Вот смотрите, сейчас она у меня на глазах. Ресницы. Даже иногда девчонки спрашивают, где наращивала. Она действительно удлиняет. Здесь гелевая структура. Она здорово удлиняет ваши реснички. Мне она нравится безумно. Использования мне хватает где-то на 2 месяца. Вот такая силиконовая кисточка. На 2 каталога где-то, скажем так. Потом она начинает подсыхать. Можно было бы уже разбавить, но мне не хочется заморачиваться. Я заказываю себе новую. И вот через 2 месяца, когда она подсыхает, да, могут комочки образовываться на ресничках. При нанесении 2, 3 и последующих слоев. А так, изумительная тушь. Только к ней тянется рука. Ни на что не променяю пока, если она не испортится, конечно. Обожаю ее и пользуюсь вот только ей. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки в этом месяце. Фиберлик у меня были. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылочки в инфобоксе. Нажимайте на треугольничек внизу. Раскроется информация. Там много будет полезных ссылок. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.